Раз раз. У меня здесь 76 слайдов, это пуст. Про государство, про института, то есть про адапт, то есть в компании можно создавать технические средства для этого есть. Проблем с этим особых нет. Основные известные сейчас это Ethereum и AdSharers. AdSharers X, вернее, делается для людей, для компаний, которые распределены по миру и представляющие такие услуги, как нематериальные, не требующие физического присутствия. Игры, геймплей, все что угодно. Услуги с выездом клиенту, логистика, то есть доставка товаров, это все тоже децентрализованное, оно никак не отреживается государством, на любой территории все это работает. Это, по сути, черный рынок. Товар потребления доставки на дом через эфиральные сети, в том числе производство промышленных товаров. Есть два варианта, как работать с DAO, вообще вести деятельность распределенно. Это юрисдикция страны, на территории которой находишься физически, либо страны, которая больше нравится или меньше нравится. Это можно осуществлять через боевые потребители общества. И второй вариант – работать в юрисдикции страны интернета. То есть юрисдикция интернета. Вот про эту тему хотел поговорить. В большинстве случаев люди, они все-таки относят себя к какой-то принадлежности. То есть говорить со всем, что мы анархия, не получается. Если анархия, значит можно все. Если тебе можно все, то почему я должен тебе доверять? На каких правах ты работаешь? На каких условиях? Вот эти правила прописаны – это правила игры. Игры определенной территории, определенной юрисдикции. Как реализовывать DAO, в принципе, более непонятно. Это фрилансер, аутсорсинг, что относится к людям, умные контракты, то, что к машинам централизованные, всевозможные блокчейны, все это существует. И множество технических решений есть, которые сегодня сказали, которые не сказали. Но вот юридические основания будут, например, так. Это мы на пузырь здесь нарисовываем. То есть в юридических оснований действовать, открывать компанию и говорить о том, что мы предоставляем услуги. Ее нет. Юрисдикция, значит, бывает обычно от стран. Я с BitNation сотрудничаю. Мы общаемся, я делаю переводы. То есть я не являюсь предоставительным официальным. Я бы хотел рассказать про BitNation движение. И сразу скажу, что BitNation – это сервис, но это не юрисдикция. Про юрисдикцию я в концернском. Значит, BitNation – цель создать, собственно, инфраструктуру сервисов, которые сейчас предоставляют государственные органы. В частности, это свадьба, регистрация, там, сочетание записанной блокчейн, выдача паспортов граждан мира, BitID, регистрация земельных участков принадлежности, ну, собственно, по-моему, можно туда же отнести. И в ближайшее время это технология регистрации гражданского состояния, там, по-моему, есть оторождения и любые справки. В том числе это нотариусы, юридические дела и прочее. BitNation, оно не изобретает ничего. BitNation объединяет то, что существует, и те сервисы, которые решают определенные задачи. Важный вопрос, значит, в юрисдикции государства, когда мы находимся, то что такое государство, собственно говоря? И если я, как человек, нахожусь на территории этого государства, то государство для меня создано, или я служу этому государству? В понимании многих сейчас, что я раб этого государства, я обязан этому государству. На самом деле государство – это функция, которая необходима для граждан этого государства. Это надо понимать. Я думаю, с этим споров нет. Так, этого человека вы знаете? Махат Маганди. Государство основывается на насилии, и оно должно исчезнуть. Ну, исчезнуть насилие, имеется в виду, в моем понимании. На этих пониманиях довольно много умных высказываний, посыл книжек я собрал некоторые. Так вот, все-таки, что такое государство? Как я считаю, государство – это, прежде всего, люди. Сообщество людей – это уже государство. Без людей территория – это не государство. Даже если там выстроена денежная система, но если ее никто не пользуется, то это пустышка. Еще одно высказывание Ганди. Возможно, пройдет очень много времени, прежде чем закон любви будет занесен в конституции всех стран. На шире государство мешает этому, заставляя людей держать сердца закрытыми. На шире – это совокупность театральных механизмов. То есть, тот театр, который показывают по телевизору, то, что происходит там в правительстве – это выполнение… То есть, на мой взгляд, это некачественное выполнение основной функции государства. Государство создано для того, чтобы обеспечивать жизнь и граждан на своих гражданах на определенной территории. Признаки государства. Что такое вообще государство? Есть много разных определений, которые сейчас трактуются в большинстве случаев как правители, которые своими подданными владеют. На самом деле, это не совсем так. То есть, это вообще не так. На самом деле, государство – это три или четыре признака. Это наличие идеи, суверенитета. То есть, когда говорят, что вот мы есть. Это национальная денежная единица. Ну, денежная единица – это средства управления, то есть, внутренняя. То, что они не зависят ни от кого. Военные датрины и территория. Для виртуальных государств территория действует. Первый виртуальный государств – это вертельная единица. У них есть дата общей денежной единицы. Работают в интернете. Значит, вручевые тенденции. Сейчас блокировки всевозможные. И тенденции только увеличиваться будут. Поэтому необходима децентрализация, в том числе и децентрализованный интернет. В принципе, одно из тем. Ну, я тогда быстро пролистаю, если у нас мало времени. И скажу, что в соответствии с всеми конвенциями ООН и прочими конфарктиями, это действительно важно. Мы сейчас работаем над созданием манифеста и конституции виртуального. Дальше я пролистаю быстренько про Витнейшн. Ну, как-то у нас мало времени. Про архипелаги – это сообщество. Вот это большая хорошая статья про сингулярность и то, что нас ждёт в будущем. Вы не можете делать людей послушными. Вы можете делать людей послушными, но вы не можете заставить их быть творчественными. Важный момент – то, что на самом деле ценность – это человек и человеческий труд. Труд человеческий – это результат на самом деле. Результатом является именно творчество. Ну, то есть работа на работе не является ценностью. Является придумывание нового. Тут говорится про то, что будущее государство изменится в том виде, в котором оно есть. Функцию возьмут на себя виртуальные государства. А территория, она уже будет децентрализована. То есть не будет власти монопольной на определённой территории. Это уже происходит. Союз. Только когда мы говорим про интернет, то интернет – это не вообще глобальная сеть. Это сообщество людей. То есть это отдельные люди, которые собираются в сообщество на определённых сайтах, на определённых группах. И союзы, значит, люди в этих сообществах определённым правилам договорятся. Союз призван объединить всех людей мира с целью защиты от действительно внешних угроз. А внешней угрозой у нас реальной является космический объект, вот как метеорит. То есть у нас, насколько мне естественно, пять раз на северном планете Земля полностью вымирание происходило. Всего живого. То есть пока мы здесь сидим и обсуждаем, какой там биткоин лучше или хуже, мы можем там через час, в принципе, все погибнуть. Поэтому возникает вопрос, осознавание это даёт основание подумать, а занимаемся ли мы тем. Это неплохо, но мне бы хотелось пожить подольше. И мне, как цивилизация, то есть оставить после себя что-то. И поэтому я хотел, ну вот здесь я привожу своего. Я за цивилизацию и несколько колоний, хотя бы на Марсе. Будущее нас ждёт довольно интересное. А как вообще поддерживать с вас цивилизацию, если 20 минут сигналы? На этот вопрос есть тоже разработки, но, как я вижу, это локальная система. Отдельная там, отдельная здесь. Так, расскажу про нас. Мы как раз, сообщество людей-изобретателей, кто создаёт будущее. И про ценности и про обеспечение валют. Валюты и деньги не существуют без ценностей. Это важно понимать. Есть материальные и есть нематериальные ценности. Люди, это те, это тот инструмент, или как мне назвать, в общем, кто создаёт эти ценности. Вот это важно. Ну, здесь про уровни познания и осознавания. И вот то, к чему мы движемся. Всё. Спасибо. У нас, к сожалению, время подошло к концу где-то полчаса назад. Поэтому давайте ровно один вопрос. Хотел спросить, как вы определяете творчество? Я вот, например, с тем определением, которое в Википедии, не согласен. Вот. Каким образом это может быть? То, что оценивается... Блест, ребята, блест. Это вопрос... Нет, это короткий ответ, очень простой, на самом деле. Это не определение творчества, а полезность. Определяется сообществом, путём голосования. Очень просто. Насколько твой продукт, продукт разума, полезен для других остальных? Тогда надо, наверное, большинство произведений искусства, которые в своё время не были признаны, было сразу на мусорную свалку. Ну, просто потому, что большинство бы точно никогда бы не проголосовало за них. Вопрос появления ценностей потом, это, конечно, хорошее, но мы живём здесь и сейчас. Вопрос появился.